Экологически чистые и всегда свежие овощи можно получить со своего участка, если заранее позаботиться об этом с началом весны. Такие сельхозкультуры, как салат, петрушка, укроп, лук, свекла и морковь, можно посадить в огороде. Даже несмотря на постоянно меняющуюся погоду, мы можем быть уверены, что они дадут урожай. А более теплолюбивые культуры, такие как огурцы и помидоры, лучше высаживать на рассаду. Как правильно готовить рассады, нам показала начальник Сунжинского районного отделения Россельхозцентра по Ингушетии Татьяна Цукумова. На рассаду я, допустим, дома в домашних условиях высаживаю стаканчики. Вот в стаканчике обязательно нужно дырочки сделать, для чего? Чтобы лишняя влага уходила оттуда, чтобы они у нас корневая система не запревала, не вымокала, не это самое. Вот в эти стаканчики. Ну здесь вот мы подготовили это покупная земля, видите, мягкая, рыхлая. Для высаживания рассад можно использовать и землю с огорода. Если почва суглинистая, тяжелая, ее можно смешать с перегноем. Вот так насыпаю в стаканчики земельку. Вот таким вот образом. Вот. Значит, мы сейчас давайте огурчики посеем. Я сею в один стаканчик, по две, по три семени ложу. Вот таким вот образом. И немножко глубоко не надо засыпать. Вот так. Вот мы подсыпали. Это огурчики у нас будут расти. После того, как вы посадили рассаду, надо полить ее. Но не слишком обильно. Почва должна быть не мокрой, а только чуть увлажненной. Поливать рассаду надо два-три раза в неделю. Держать ее лучше всего на подоконнике, где будет необходимое количество солнечного света и тепла для роста растения. Важно при высаживании рассады выбрать правильные семена. От ростехозцентра семена проверенные, схожесть стопроцентная. Так что я надеюсь, что эти все семена у нас зайдут. Также мы сажаем томаты. Точно так же набиваем стаканчик. Вот сильно полный. Земля мягкая, пушистая. Когда начнем поливать, она осядет немножко. Огурцы, когда у нас прорастут семена, мы можем не подсыпать. А вот помидоры, когда начнут расти, они у нас, земля садится, стебель выше становится, земельку надо будет подсыпать. Томаты в одну рассаду лучше сажать по две семечки, потому что, когда мы их пересаживаем, одну лунку получается два куста. Если мы посадим больше, они разрастутся и будут мешать друг другу. Заболеваемость бывает потом сильнее, вредители появляются. Чтобы не мешали друг другу растения, вот так мы высеваем. И тоже вот так не сильно глубоко засыпаем. И вот таким образом мы делаем посадочку. Сеем, поливаем и ставим на подоконник. Но если у кого-то теплица есть, в теплице. Если же вы решили высадить семена в грунт, то тут необходимо создать тепличные условия, чтобы они дали всходы. Ставим дуги и накрываем пленкой. Они там лучше как растут. Они закаленные, рассада бывает. Понимаете? В тепле она быстро прорастает, вот помидоры прорастают и начинают вытягиваться. Поэтому надо их подсыпать почаще и снижать температуру. То есть можем вынести в коридор, немножко вынести на улицу, если солнышко будет. Вот так менять температуру, чтобы они сильно не тянулись. Когда рассада помидор тянется, они бывают слабее, ломаются, ломкость бывает, но развиваются не так. А когда равномерно они растут, столик толстенький, уплотненный бывает, растение у нас безболезненно растет. Как только вы заметили, что ваша рассада дала первые ростки, ее можно пересаживать в огород. Томаты можно пересадить, когда вы видите, что выросли три листочка и появляется четвертый. Конечно, можно и подождать, но самое главное, они не должны дать сильный рост. Когда корневая система у них разрастается, они лучше в почве приживают с этой корневой системой. И, допустим, у многих в огородах бывает вредитель такой, медведка или капустник, народным словом его называют, очень сильно вредит, повреждает растение. Он из земли лезет, подрезает стебелек вот так и все, и растение уже погибает, уже там ничего не растет. Вот для этого выращивают в стаканчиках, чтобы когда утолщается стебель помидора, он уже не так будет вредить, потому что грубый он меньше повреждает. При посадке рассады в почву можно защитить их разными средствами от насекомых. Соблюдайте несложные правила и приложив немного труда, вы будете наслаждаться вкусными и свежими овощами.